Вы смотрите Израиль за неделю. До рекламы мы говорили о Джеффри Голдберге, американском журналисте, который считает премьер-министра Нитаньягу слабым политиком. Однако, чтобы услышать подобную оценку, вовсе не нужно ехать за океан. Достаточно послушать речь лидера израильской оппозиции. К слову, на этой неделе депутаты израильского парламента вернулись с каникул. Торжественное открытие зимней сессии КНЕС это стало главным политическим событием уходящей недели. В том, что предстоящая сессия будет более чем жаркой, большинство парламентариев даже не сомневается. На кону слишком много ключевых вопросов, споры по которым в любой момент могут привести к кризису в коалиции и, как следствие, к досрочным выборам. Мой гость, глава оппозиции и председатель партии Абуда Ицхак Герцог. Добрый вечер, господин Герцог. Товарищи, шалом. Я знаю, что у вас есть детское прозвище, которое вас называют Бужи. Ицхак Бужиерцог. Откуда появилось такое детское название, причем, учитывая, что такими же названиями, такими же детскими прозвищами, скажем, называют премьер-министра Биби, министра обороны Буки и так далее, так далее? История моей семьи довольно необычна. Многие репатрианты из СНГ помнят, что мой отец, Хаим Герцог, был президентом Израиля. Однако немногие знают о моей семье по материнской линии. Моя мать родилась в Исмаилии, на берегу Суэцкого канала. Ее отец, Симха Амбаш, родился в Яфа, а его родители приехали из России. Они были одними из первых репатриантов Второй Алии, второй волны репатриации в конце 19 века. Они основали фабрику в Яфа. Вся семья Амбаш – люди глубоко верующие. Во время Первой мировой войны турки устроили геноцид. Они истребляли всех русскоязычных репатриантов. Мой дед бежал в Египет, как и Аков. Там он стал главным инженером Суэцкого канала и заработал немало денег. После чего они всей семьей сумели перебраться в Каир. Мамин родной язык французский, потому что на нем говорили колонизаторы. Когда я был маленьким прелестным младенцем, мама придумала мне кличку, состоящую из слов «буба» – «кукла» на иврите и «жужу» на французском. С тех пор это прозвище ко мне и приклеилось. Ни в школе, ни в армии я не рассказывал, что дома меня называют «бужи». Но мы были публичной семьей, секрет раскрылся, и меня все стали называть «бужи». Вы хотите в будущем быть премьер-министром? А вам не кажется, что это может помешать, когда будут говорить «премьер-министр Бужи»? А как быть с премьер-министром, Биби? Верно, я всем сейчас говорю, что я кандидат на пост премьер-министра и глава парламентской оппозиции. По крайней мере, в официальных ситуациях меня нужно называть «Ицхак-герцог». Меня назвали в честь деда, Рава-герцога, первого верховного раввина Израиля, крайне деятельного человека. Он получил докторскую степень по морской биологии, которую написал на 12 языках в Сорбонне. Он, естественно, говорил по-русски, ведь вся семья приехала из Польши и из Российской империи. Так что я очень горжусь своим настоящим именем – «Ицхак». Хорошо, давайте перейдем к действующему премьер-министру. Вы тоже считаете, что наш премьер-министр Бенемин Танягу страдает синдромом Асперберга? Синдром Аспергера – это отклонение в психике, граничащее с аутизмом. После четырех лет на посту министра социального обеспечения я могу со всей ответственностью заявить, что это не относится к предмету дискуссии. Бенемин Танягу – человек крайне непростой. У меня с ним серьезные разногласия, и то, что Джеффри Голдберг раскрыл в своей статье – это сложные и мало кому заметные отношения между нашим премьер-министром и президентом США. Это серьезная проблема, ведь отношения с Соединенными Штатами для Израиля – залог безопасности государства и его граждан. Но вы же сын президента. Президент – это символ. Премьер-министр в нашей стране – это тоже символ. Когда критикуют символ, вы должны встать на сторону символа? Американская администрация, во-первых, опровергла подобные высказывания. По всей видимости, речь идет о словах конкретного человека. Да, американское правительство внезапно заинтересовалось этой темой, видимо, получив от кого-то такие сведения. Я сразу заявил, что все разговоры на эту тему совершенно неуместны и неприличны. Но, по сути, Нит-Ниагу разрушил тот особенный союз, который существовал между США и Израилем до его прихода. Постараюсь объяснить. Это означает катастрофический развал отношений, стратегически важных для Израиля, в первую очередь, с точки зрения безопасности. Не существует ни одной темы или дискуссии между Израилем и его оппонентами, в которых не были бы замешаны США. Они тесно связаны с нашим противостоянием с Ираном, с нашей борьбой с Хамасом, нашей борьбой с ИГИЛом и со всеми прочими угрозами вокруг, а также они тесно связаны с израильской экономикой. Приведу интересный исторический факт. Большинство телезрителей этого, возможно, не помнят, но в войну судного дня в октябре 73-го президентом Америки был Никсон, которого израильтяне не особенно любили. Но это он сказал, «Откройте склады для Израиля, дайте им все, чтобы они победили в войне». И сейчас, во время последней летней войны, мы нуждались в президенте США, который помогал нам с вооружением. Поэтому очень важно сохранять близкие, крепкие и чистые отношения с ними. Я не стану объяснять, что разозлило американцев. Они чувствуют, что Нетаньягу пытается их обыграть на политическом поле, воюет с ними. И это уничтожает отношения, в которых мы с вами так нуждаемся. А вы откуда это знаете? Вам говорили это чиновники в администрации, или же вы верите тому, что пишет Джеффри Голдберг? Я старый и опытный политик. Был секретарем правительства, у меня было пять министерских постов, я был членом узкого кабинета по вопросам безопасности Израиля. Через меня проходят все важные государственные решения. Всего полтора месяца назад я был в соседнем от приемной Обамы кабинете, у главы администрации президента. Его зовут Деннис Макдоналл. Мало кто о нем слышал, но он самый важный человек в Белом доме. Сразу замечу, что это не он стоит за утечками в прессу. Я провожу много времени с разными мировыми лидерами. Это не секрет, любой человек, интересующийся жизнью Израиля, знает, что доверие между лидерами в последнее время нарушено. Доверие критически важно. Мы должны говорить правду и думать, чем помочь друг другу. На сегодняшний день в мире существует гигантская международная коалиция против ИГИЛа и возглавляет ее Америка. Все это понимают, и мы тоже должны быть частью этой коалиции. Но из-за разногласий с Обамой нас там нет. Поэтому, на мой взгляд, Нитаниягу своими действиями нарушает интересы каждого из нас. Вместо того, чтобы ссориться с Обамой, он должен был спокойно поговорить с ним с глазу на глаз или отправить к нему посла и сказать «Давай помиримся и посмотрим, что нужно тебе и что нужно мне». Обама хочет, чтобы Нитаниягу пошел на уступки Абумазану. Это верно? Не совсем. В контексте происходящего Обама злится и на Абумазана, и не на Таньягу. Абумазан невыносим, но для Обамы Нитаниягу невыносим точно так же. Он рассматривает ситуацию как державный лидер, но не только Обама видит ее подобным образом. Все последние голосования по вопросам безопасности на международных форумах заканчивались не в нашу пользу. США использовали право ВЕТА, чтобы нас защитить, но другие постоянные страны-участницы голосовали против. Китай, Россия, Британия, Франция и многие другие важнейшие игроки мировой политики. Мир ждет от Израиля новых попыток разрешения конфликта. На Ближнем Востоке у Израиля есть стратегические партнеры, например, Иордания и Египет, с которыми мы должны объединиться ради борьбы с терроризмом. И они, и весь остальной мир говорят, сделайте что-нибудь, предоставьте план, покажите, что вы готовы, не подливайте масла в огонь отношений с вашими палестинскими соседями, они тоже не ангелы. Это не значит, что можно забыть про безопасность. Она основа международных отношений. Для вас Абумазан это легитимный партнер? Абсолютно. Он легитимный, но создает множество проблем. Он не поддерживает Израиль и не любит Израиль. Он готов конфликтовать и вступать в тяжелые споры. Но он легитимен, потому что при помощи споров и ведутся переговоры. Я очень злился на Абумазана после его выступления в ООН, очень жестко его критиковал. Однако что в конечном итоге я предпочту? Безраздельную власть Хамаса в Рамале? Хочу ли я отправлять наших сыновей, наших солдат рисковать жизнями и здоровьем в Хеврон, Шхем, Рамаллу? Конечно нет. Я хочу, чтобы палестинцы сами управляли территориями. И не потому, что я их люблю, они оппоненты нашего государства, а потому, что мне нужно, чтобы в нашей стране сохранялось еврейское большинство. Я очень хочу, чтобы Израиль многие поколения оставался еврейским. И поэтому готов пообещать размежевание и расставание с палестинцами. Господин Иерсак, я хочу показать вам слова двух наших министров, которые сегодня сидят в коалиции. Это Виктор Либерман, министр иностранных дел государства Израиль и министр экономики Нафта Либена. Давайте посмотрим, что они сказали на этой неделе сегодня в Кнессете. Мы очень обеспокоены ситуацией в Иерусалиме. Мы обеспокоены ростом радикализма, виной которому действия главы палестинской автономии Абумазана. Это Абумазан поддерживает тех, кто кидает камни и бутылки с зажигательной смесью в наших полицейских и солдат. Это Абумазан поддерживает радикалов, которые, к сожалению, имеют также своих представителей в Кнессете. Я сейчас говорю о партии Балат. В самое ближайшее время мы намерены сделать все возможное, включая обращение в Верховный суд страны с требованием лишить партию Балат возможности быть в Кнессете и объявить ее организацией, которая поддерживает террор. Я хочу вам кое-что показать. Это листовка, которая была напечатана людьми Абумазана, и которая превозносит хладнокровного убийцу трехмесячной израильской девочки на прошлой неделе на трамвайной остановке. Для них он шахид, которого они считают национальным героем. Это делает Абумазан, которого в Израиле, к большому нашему сожалению, считают легитимным партнером по мирным переговорам. Смотрите, что получается. Это не только действующие партнеры в коалиции, но и, возможно, в случае, если вы когда-нибудь станете премьер-министром, а вы хотите стать премьер-министром. Это потенциальные ваши партнеры по коалиции. Как вы будете тогда? Кому верить? Либерману и Беннету или Абумазану? Думаю, на этот раз Либерман и Беннет говорили правильные вещи, в них большая доля правды. По поводу того, что сказал Абумазан, несомненно, как я уже сказал раньше, он мне невероятно разозлил свои позиции, и я никогда не приму то, что он сказал. В конечном итоге я не могу знать, кто придет ему на смену и как это изменит ситуацию в регионе. Но факт, Абумазан был прав в том, что сказал на этой неделе в интервью 10-му каналу. На протяжении всей операции «Нерушимая скала» все 50 дней в Иудее и Самарии не прозвучало ни единого выстрела. Тишь да гладь. Потому что службы безопасности палестинской автономии работали совместно с нашими. Как государство строит международную политику? За счет взаимного интереса у соседей. Мы можем загнать Абумазана в угол, и он будет говорить ужасные вещи. Но пойдет ли это на пользу стране и ее безопасности? Нет. Все хотят уравновесить ситуацию, успокоить абонента, даже если это Абумазан. А если завтра премьер-министр предлагает вам войти в коалицию, говорит, это тот момент, когда нужно сплотить ряды перед внешней угрозой, что вы ему скажете? Меня постоянно об этом спрашивают. Но это неверно поставленный вопрос. Летом мы работали в том же составе, но это я голосовал за мобилизацию резерва, а мешали Нитаниягу как раз люди из коалиции, пытавшиеся за его спиной вести собственные политические игры. Когда нужно принимать ответственные решения в интересах государства, я буду ответственным в моем роду многие поколения госслужащих. У оппозиции очень важная задача. Посмотрите, Бениамин Нитаниягу уже 6 лет на посту премьер-министра. Цены на жилье растут с невероятной скоростью. Он не справляется ни с ними, ни с прожиточным минимумом, ни с пенсией, ни с доходами граждан. И что, я теперь должен сдаться? Нет, я хочу сменить его на посту, потому что я предлагаю гражданам гораздо лучшее будущее. А как тогда вы объясняете опросы, которые передо мной, что если выборы состоялись бы сегодня, то вы получили бы столько мандата, сколько вы имеете сегодня? То есть народ, видимо, не видит вас в качестве премьер-министра? Политики не могут быть постоянно на пике популярности. Поддержка Нитаниягу снижается, и поддержка партии Ликут тоже. В политике часто бывает так, что сегодняшние результаты соцопросов не повторяются на завтрашних выборах. Сейчас в правительстве немало ключевых фигур, которым за несколько месяцев до выборов никто не давал шансов. И поэтому надо понять, что разные подземные течения нередко пробиваются на поверхность. Нам всем известны подобные примеры в израильской политике, и грядущие выборы не станут исключением. Большое спасибо, Цхак Бужиерцак, за это интервью. Я думаю, что нам еще придется неоднократно говорить, особенно если выборы будут досрочные. Это, возможно, может произойти уже в ближайшие месяцы. Большое спасибо. Спасибо за приглашение. Мне также было приятно принять участие в вашей программе.